Покупая стильную сумку или обувь, мало кто задумывается, из какой кожи и где она производится. На Бобруйском комбинате закупают сырье только у белорусских мясокомбинатов. Это экономия в логистике, но никак не в качестве, ведь свое ближе. К каждой партии индивидуальный подход. Один из первых этапов выделки шкур – мездрование. Михаил Дулов знает этот процесс во всех нюансах. За плечами профессионала почти 30 лет безупречной работы. Моя работа заключается в снятии жирового слоя с кожи. Работа мне по душе, хотя она очень тяжелая, но зарплата более достойная и выплачивается вовремя. Благодаря квалифицированному персоналу и высокому качеству продукции, Бобруйский кошкомбинат завоевал признание как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Санкции немного подкорректировали привычные планы, Но ни одна из европейских компаний не отказалась от сотрудничества. В списке постоянных покупателей – Польша, Италия, Эстония, Литва, Турция. В два с половиной раза выросли объемы поставок в Россию. Доля экспорта – более 60%. Выручка за 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 132%. С 16 миллионов рублей до 21 миллиона. Экспорт увеличился на 166%. С 3 миллионов долларов до 5 миллионов долларов. Сегодня заказы на бобруйскую продукцию расписаны на несколько месяцев вперед. Полученную прибыль направляют на модернизацию и, конечно, зарплаты. Среднее – 1200. Но тот, кто готов трудиться, засучив рукава, может получить и 3000 в месяц. Темп в работе, по сути, задают заказчики, которые решают, какие цвета и текстуры необходимы. Под крокодилью, змеиную кожу или редкий вид черепах. Такая отделка здесь не в новинку. В настоящее время бобруйский кожевиный комбинат – стабильно работающее предприятие. Об эффективности работы предприятия говорят цифры, которые мы имеем за 10 месяцев текущего года. Объем производства в денежном эквиваленте у нас возрос на 126%. В натуральном выражении готовых кож мы стали производить на 65% больше. Богатая история и славное настоящее кожевиного комбината нашли свое отражение на аллее трудовой славы в сквере на Минской. Бобручане отдают дань уважения предприятию, которое уверенно чувствует себя на международной арене и демонстрирует, белорусы могут производить качественный, конкурентноспособный товар, который не уступает итальянским аналогам. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.